Власти Одинцовского района уделяют пристальное внимание системе образования. Неудивительно, что число стипендиатов в муниципалитете растет из года в год. В концертном зале Лесногородской школы победители и призеры предметных олимпиад, научно-практических конференций, районных и областных интеллектуальных и творческих конкурсов, а также спортсмены, победители престижных соревнований. Ребят поддерживают родители и педагоги, люди, без участия которых победа вряд ли была бы возможна. У меня сегодня ответственная миссия от имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и Андрея Роберевича Иванова вручить премию и стипендию нашим ребятам Одинцовского района, которые отличились и в науке, и в искусстве, и в спорте. И того получилось, что 100 человек получили стипендию главы, это лучшие показатели по всем нашим номинациям детей Одинцовского муниципального района, и 78 стипендиатов премии губернатора Подмосковья. Влад Казаков – ученик 6 класса. Вокалом занимается с самого детства. Сейчас он уряд крупных российских и международных конкурсов. На церемонию награждения юноша приехал вместе со своим наставником Владимиром Винницким и мамой Ириной. Как раду получаешь? Какие у тебя эмоции, чувства? Ну, радость, конечно же. Немного волнения, щепоточка гордости. Любовь Ланц – выпускница Одинцовской школы номер один. Девушка дважды стала призером регионального этапа Олимпиады по русскому языку. В ближайших планах обладательница стипендий, подготовка к ЕГЭ и поступление в лингвистический вуз. Это очень большая честь для меня, потому что я вложила максимум усилий. Я действительно влюбилась в этот предмет. Инновационный проект по географии и экологии Владислав Милов готовил не один год. Необычную научную работу, посвященную альтернативным источникам энергии, заметили на областном уровне. Проект связан с силой направления ветров, с возможностью установки в Одинцовском районе ветроэнергетических установок. В целом, да, улучшение жизни, связанной с энергией ветра. Блестящее достижение одинцовских школьников – гордость нашего района. Ведь за высокими результатами стипендиатов стоит упорный многолетний труд. Много теплых слов и искренних поздравлений звучало в этот день в адрес ребят. Разрешите мне поздравить всех вас действительно с тем, что в нашем районе такое большое количество одаренных, замечательных, умненьких ребятишек. Я искренне хочу всем пожелать гармонии, здоровья, мира, добра, чтобы над всеми вашими головами всегда светило солнце. Завершение мероприятия депутат Совета депутатов Нина Гинтова от всей души поблагодарила администрацию района и руководителя образовательных учреждений за самоотверженный труд по воспитанию подрастающего поколения и вручила памятные подарки. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.